МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я родился, насколько это можно сказать, в благополучной семье. Пока отец не стал алкоголь употреблять. И маме приходилось ворачивать меня одной. Насколько я помню, я себя с детства все время воровал. Украшения у родителей, деньги. В магазинах отрезал пуговицы. Заходил в школу, по карманам лазил. И вроде бы я был хороший мальчик, и все меня любили. И учился в школе хорошо, но вот втихаря творилось такое дело. И мама меня узнавала, или папа меня бил. Папа меня бил, все время, помню, связывал. С начальных классов я был в детской коммунте милиции, все время всякие приводы был. Участковый меня постоянно терроризировал в школе. У нас была классная, еще она была инспектором. И вот она постоянно. Рома, Рома, ты хороший мальчик. Все время пыталась меня вывести на путь правильный. Но я думал, что я все хорошо делаю. И для меня не было плохим, что залезть кому-то в карман. Я даже не понимал, что это плохо. Не знаю почему, хотя все говорили, что это плохо. Для меня это было как будто кто-то думает, что он не ворует. Потом я научился драться. И все время дрался. И получал статьи за драки постоянно. За что, в общем-то, потом и сел в конце. Куда бы я ни приходил, насколько я сейчас помню, что получалось так, что может быть Бог, может быть кто. Постоянно мне какие-то лидирующие позиции занимал. Встретился с компанией, взрослых парней. Стали с ними выпивать. Они были рокеры в нашем городе. И жизнь так завязывалась, что дома пропадал. Из ПТУ выгнали, потому что подрался с физруком. И вроде бы наступил переломный момент, когда пошел в армию. Стал заниматься спортом. Меня ставили уже начальником караула. В Москве я служил в генеральном штабе. Хранял Министерство обороны. Среди одних генералов, как-то вдохновленный. Пришел из армии, стал бегать каждый день. Вроде бы к друзьям тянуло. Иногда с ними выпивал. Не курил уже. Потом с утра бегал. Так-то мне было плохо. И вроде бы выбрал я опять алкоголь. Потом перешел на наркотики. Пошел на дискотеку. Стал употреблять таблетки. Ну, где встретился, в общем-то, со своей будущей женой, Алисой. И мы вместе перешли на уже более сильные наркотики, героин. И 8 лет употребляли наркотики. Из них 6 лет продавали. И жизнь была очень тяжелая. В конце меня уже выгнали из дома. И последний год я уже там жил в подвале, скитался. Питался вообще... Расстроить суток питался. И потом меня посадили... Я уже был судим неоднократно. И меня за разбой... А за разбой я был судим. Был судим за кражи, за наркотики был судим. А посадили меня за нанесение телесных повреждений сотрудникам преисполнения. Бабушка моя была активным, активным, православным прихожанином. Она была на всех... У нее потому что был рак. Она заболела раком. Заболела раком. И начала ходить в церковь в деревне, из деревни Тверской области. И священник за нее один молился. Ну, и она потом с этим раком прожила 25 лет. Когда сидела в тюрьме, все время думала, как же не поменять жизнь? Как же не поменять жизнь? И потому что настолько был замучен уже 45 килограмм весу. Как тростинка на метро качался. И я вспомнил бабушку. Поезжал бабушке в деревню. Она у меня все время молдила в церковь. Она у меня учила молитву отчинаж. Я вот отчинаж молитву каждый день читал. Ложился спать и читал. Если что-то плохое делал, может быть, кого-то избил или что-то еще. Я читал только первую часть отчинаж, где прославляет Бога, но не просит ничего. Мне было неудобно просить. Думаю, как я только парня избил и буду что-то у Бога просить. Каждый вечер ложился и все время эту молитву про себя проговаривал. Отчинаж сущий на небесах. Это свекица имя твое. Не знаю, почему это. Мама моя каждый день ходила на работу и за меня молилась. Стояла там на мосту, плакала, смотрела на небо. Естественно, и это повлияло. Больше за меня не знаю. Никто мне мог молиться, кроме моей мамы. Я верю, мама моя обратила свой взбор Господа на меня. И он добрался до меня через все мои преграды, через всю мою гордость. Потому что я был такой своевольный, что и сейчас иногда проявляется. Но уже в таком минимальном количестве, что не сравнить. Я все время мечтал выйти из тюрьмы. И всем рассказывал, что из тюрьмы выйду. И женюсь с Алисой. Но женюсь на Алисе. И у нас будут дети, девочку. Назовем Катей. Ну, все ребята, которые приезжали, говорили, что Алиса с тобой не хочет иметь ничего общего. Мои родители против нее, потому что мы кололись столько времени. Там у нас даже родители ножами разгоняли, бывало. Мои родители против ее. И нам ничего не сулило. И пока однажды, я через несколько лет ее нашел в тюрьме по справочнику. Думаю, она работает в парикмахерской раз. Была мастером парикмахера. Все парикмахерские я обзвонил. А так, на тот момент уже построили другую. Я этого не знал. Но товарищ, который приехал к нам в лагерь, которого недавно посадили, он рассказал, где Алиса работает. Пришел парень с цветами, поставил ей цветы. Там мой номер телефона, Рома Мазов. Она на тот момент уже была на грани помолвки с другим парнем из Петербурга. Но позвонила мне и говорит, это был твой голос, как гром среди ясного неба. Ну, вот я цитирую ее слова. И она мне сказала, Рома, я с тобой не смогу больше быть вместе. Не могу. Ну, я, говорит, стала другим человеком. Я говорю, кем? Она говорит, я тебе сейчас не могу рассказать. Я говорю, ну, расскажи. Она говорит, я поверил в Бога. Я стала новым творением. И ты бандит, и хулиган, и грабитель. И у нас ничего не может связывать. Единственное, о чем мы можем говорить с тобой по телефону, я тебе буду читать Библию. А ты будешь меня слушать? Ну, да мне хоть Есенин был, хоть Пушкин, хоть Калон мечтал, лишь бы с ней было пообщаться. И вот она мне каждое утро звонила, а вечером перезванивала и спрашивала, что я запомнил. И я ничего не помнил. Она мне два месяца читала. И она говорит, все, ты ничего не помнишь, ничего мне не рассказываешь, я не буду с тобой. Я говорю, все, завтра ты мне позвонишь, я все буду помнить. Я побежал на пятый отряд. В лагере взял у ребят там Библию. Там, кто верит в Бога, их богами называли. Побежал к богам, взял у них Библию и стал читать. И запомнил эту историю как... Как Бог спасной. Я все время, эта история в моей жизни все время звучит. А почему Бог спасной? Почему все умерли, все, а Бог спасной? И она мне звонит. Я ей захлеб рассказываю эту историю. Так запомнил ее. Она говорит, Ром, как здорово, ты выучил, не изучил что ли? Я говорю, да нет. Просто она мне запала в сердце. Вот я сейчас так говорю, так не помню, как я уже выражался. Это сейчас как верующий, знаете, уже с такими цитатами, скриптами. Начинаю реветь. Очень сильно, прям знаете, как в мультиках. Вот так вот показывают, прям с криком, с таким сумасшедшим. А-а-а! Реву, реву, реву. Ну, трубку я бросил на диван. И весь отряд, вот эта комната большая, там 63 человека жило, в двухъярусной кровати. Я на тот момент уже был смотрящим в этом своем отряде, занимал положение. И люди вот так вот бегают. Я смотрю на них, они бегают от кровати к кровати, там чай, закурить, к работе готовиться. И, как знаете, я так, у меня такое представление, как будто они мышки белые такие в банке, в стеклянной бегают по этой банке и врезаются в стекло. И не понимают, почему им не выйти. А я стою как будто бы вне банки и ощущаю такую свободу. И ко мне подходит парень, говорит, Рома, когда я перестал кричать, просто стою, у меня текут слезы. Он мне говорит, а чего ты плачешь? Я говорю, а мне было жалко. Ну, и с того момента люди подумали, что я рехнулся. Потому что я был смотрящий, знаете, с четками такой. И стал каждый день ходить на стадион, брать земляков и рассказывать им, как надо правильно жить. Они говорят, Рома, ты вчера был нормальный пацан, позавчера нормальный пацан. А сегодня что-то произошло. Я говорю, у меня открылась форточка, пошла информация. Конечно же, слышание Слова Божьего, оно, в общем-то, и, скорее всего, сыграло главную роль, и было точкой. Знакомство с Богом. Мне поселилась вера через то, что я услышал. В тюрьме. Какое было катастрофическое изменение в моей жизни. Никогда у меня было вот видение, а было до этого, за месяц. Я лежу, и мне снится такой сон. У нас ремонт на бараке, мы все в кухне спим, там по шесть рядов до потолка столько людей. Мы так вдвоем на одной кровати спим, и мне снится. Идет ко мне мой знакомый, с кем я вместе живу, хлеб делим. И он как будто бы дьявол. Вот прямо вот я чувствую, что он дьявол. Это не сейчас я опираюсь на свое мнение, ну, уже верующего. А тогда я прям чувствую, идет ко мне дьявол, как смерть. И вдруг ни с того ни с сего, он такой начинает светиться, и в меня, через сквозь меня проходит. И я начал всякими звуками кричать очень сильно, как свинья. Ну, какие вот здесь известные животные. Я хлюкал, квакал, как корова. Люди все вот так вот по стенкам расшарахались. И я по эти полчаса где-то кричал. Утром я проснулся, свернул матрас и ушел на другой отряд. Просто ни с того ни с сего. И там у меня сразу, ну, изменилась моя жизнь. Ну, какое-то понимание к жизни стало другое. Я выкинул сигареты, курить не хочу больше. Тогда ведь день меня так коснулось, что я свободен. Я написал письмо, и мне через месяц приходит ответ, и меня освобождают. Мое дело пересмотрели, и освободили меня. Скинули до с половиной года. Я пришел, встретился с Алисой. И пошли с ней в ресторан, съели мясо. Я говорю, ну, давай вместе жить. Дальше она говорит, я не могу с тобой жить. Я сейчас в церкви. Нам пастор должен назначить время, сколько нам встречаться. Я говорю, что мне надо делать, чтобы быть вместе? Она говорит, тебе надо стать верующим. Я говорю, ну, какие действия? Она говорит, иди в воскресенье в церковь. Я пошел в воскресенье в церковь. Ну, и стал верующим. Ну, стал, слово стал. Потому что не по своему желанию я стал, в кавычках, да. Я пришел на первое собрание, проповедник мне говорил. Я пришел, сразу начали петь. Я плачу, плачу, не понимаю, что я плачу. Вот не понимаю, почему я плачу. Плачу, плачу, и думаю, на меня же все смотрят. А я такой зэк, знаете, еще в те годы я раскачался. Это у меня такой 85 килограмм мышц. И там бабушки эти все смотрят на меня. Я реву, реву. Один пришел. Алиса со мной не пошла, она постеснялась. Я один в церковь. И плачу, и плачу, и плачу. Все, наверное, подумали, какой-то верующий, наверное, пришел. А тут закоренел зэк. И плачу, плачу. И потом сел, проповедник говорит что-то. А такое звучание, как будто бы, знаете, такие строительные длинные трубы. Вот он в одну часть трубы говорит, а я с другой. И только слышу, ни одного слова не понимаю. Потом опять все встали, поют. И я опять плачу, и плачу. И пошел к пастору. Я говорю, здравствуйте, у вас тут прихожанка есть одна. Я хочу ее взять себе в жены. У вас есть тут какие-то правила. Я говорю, я их не хочу нарушать. Поэтому что вы скажете, то и сделаю. Он только посмотрел на меня, обалдел. Говорит, ну вот вам три месяца, встречайтесь, подумайте. И назначим помолвку. И все, вот. Родители Алисы были вообще, ну, маму, она с мамой жила. Мама была крайне против. Потому что, ну, она не могла поверить или понять. Или она знала меня, какой я был. Поэтому, ну, потом время показало. Время показало, что Бог изменил меня абсолютно, сделал новым человеком. Она встречалась, со мной разговаривала. И она все равно спрашивала, откуда я. Она говорит, Алисе говорит, как встречу Ромку, он мне все время про Бога рассказывает. Как встречу Ромку, он мне все время про Бога рассказывает. И говорит, через месяца, наверное, три, ближе к третьему месяцу, она сказала, ну, наверное, я буду не против. Ну, и мы сразу и полюнялись, в общем-то. Ну, мы не могли забеременеть. Мы никогда не предохранялись. У нас 15 лет, вот не было детей. И приехала к нам в церковь в Аппу, возложила у нас руки и сказала, через год будет у вас ребенок. И у нас родилась Катя. Потом родилась у нас еще одна чудесная дочка. До этого был сын Валерку. Валерка у нас был сын, играл со шприцами, жил на Блатхате, где все время окна были закрыты, где была темота. И сразу 10-15 человек курило. Вот он поймает там мышку в квартире, бутылку пластмассовую засунем ему. Со шприцами играл. В три года ходил с запиской за сигаретами, потому что с кровати было не встать, лежишь на ломах. Помню еще одну историю вообще как-то. Тогда вообще обидно было. Я помню, что я даже уже будучи, ну, таким уже подростком, я помню, вспоминал. Когда меня мама отправила, она меня отправила, раньше сигареты больше штучно продавали. Вот. Она меня отправила, а я купил себе, по-моему, либо сигарет не было, либо еще что-то. А я прочее купил себе, сукарики, какие-то орешки себе купил, но маленький был. Я, наверное, не знаю, года три-четыре, наверное, было. Вот. Я прихожу с этими сукариками, и меня так отругали. Я то, что купил себе орешки просто, или что-то я себе взял. Я помню, до подросткового возраста просто я мог, не знаю, иногда вспомнил. И начинал просто плакать, короче, прям. Хотя уже родители верующие были, но, короче, все равно мне как-то было обидно. Пацан 22 года поступил на прошлой неделе в магистратуру СПБГУ в Питере. Тренер брейк-данса, просто моя гордость, любит Бога, что еще мне надо. Я сто процентов вижу Божьи рук на моей семье, потому что я знаю, какая моя семья была раньше и какая она сейчас. Ну и все началось с того, когда моя мама поехала в репцентр, получается, и она там Христа приняла. И вот с этого момента какая-то точка отчета начинается, в общем-то, жизнь. Начинается в моей семье вообще во все, я думаю. Что какое-то преображение пришло на всю мою семью. Ну, как бы, потому что только мама пришла к Богу. Но в итоге здесь были все, там, и я, там, и мой брат, там, и моя бабушка. Матушка моя на коленях в кухне приняла Господа. Алисина мама приняла Господа. Здесь у нас и сотрудники принимали Господа, и друзья мои здесь, и Кайлися, и все они в церкви. И, ну, Божья рука над нами. Мы верим, что с Богом все возможно, по-другому нельзя жить. Ну, мне хорошо, когда моим родителям хорошо. И когда я вижу, что моим родителям хорошо, им становится все еще лучше, они уже могут много принимать, понимать, и нет никакой ругани, никаких там упреков, и не переходят на личности. И этот путь такой они прошли, как бы, было тяжело. Вот, непросто. Они уже верующие были, все равно было тяжело. Вот, но вот постепенно, и вот сейчас уже смотришь и думаешь, вот раньше такого не было. И что дети выросли, дети выросли, просто благодать для детей. Ну, я немножко по-другому рос, и у них другие отношения были. А сейчас вот дети родились, и к детям другое отношение. Возможно, это тоже как-то на них повлияло. Сейчас у меня ребенок мой, ему 4 месяца. Она совершенно не понимает, что я ее папа, и кто я для нее, и что для нее. Она просто надо кушать, она кричит. Она обкакалась, кричит. Поменяли тихо. Ребенку моему 5 лет, она уже примерно знает, что я ее папа. Иногда может напутать, назвать меня бабушкой, да? Ну, у них хоть какое-то понимание есть. Но старшему сыну 22, он реально знает, что я его отец. У него понимают. Так и я освободился, я как маленький ребенок ничего не понимал. Бог, Бог, слышал я про Бога, да? Ну, и хорошо. И что мне нравилось, я шел с работы пешком, пел песни, которые в церкви запомнил. И мне так легко становилось. Вот я работал сутки через сутки, подметал вагоны после угля. И шел уже вот так вот закрытыми глазами. Если я выходил на прямую дорогу, я закрывал глаза, потому что уже не мог закрытые. Иду и прям засыпаю. А начинаешь петь, глаза открываются, ну и прям силы приходят. Вокруг меня ребенок бегает. Папочка, мой любимый, мой любимый. Сразу хочется что-то дать. Я думаю, ну, Господь так же может быть действует. Ну, не то, чтобы он действует, он все время дает. Ну, понимание этого приходит через хвалу. Алиса у меня все время работала парикмахером. И я все время спрашивал, Алиса, что ты хочешь, чтобы я для тебя сделал? Она говорит, я так хочу салон всегда, я хочу салон. А я работал, освободился, пошел подметать вагоны уборщиком. И через два месяца я там сделал уже свой бизнес дровяной. Там разгружали вагоны, деревья, я договорился, стал пилить. Нанял уже узбеков, они подметали вместо меня. Я просто занимался бизнесом. Ну, у меня, видимо, после наркотиков все время продавал. У меня все время продавать что-то в крови. И, в общем-то, такой есть у меня талант что-то продавать. Я на мне хочу свой салон. Я говорю, ну, время придет, и я тебе открою салон. Ну, и вот сейчас мы здесь находимся, в салоне красоты «Новый стиль». Один из самых преуспевающих в городе Выборги. Начинали мы с трех человек. Одно маленькое помещение потихонечку вкладывали. Полтора года в минус работали. Потом два года в ноль. Потом нанимали команды, которые нас прокачивали. И, в общем-то, сейчас мы преуспеваем. И все автоматизировано. И не надо здесь находиться. Все самое работает. Я все время с детьми. Я там в церкви, на молитвах. Ну, я так люблю это дело. Аллилуйя, Руслан. Мне один поповедник заострил. Рома, начни читать, что Бог тебе обещал. И ты поймешь, как Он тебя любит. Я спросил у своего сына. Валера, как ты понимаешь, что я тебя люблю? И Валера мне говорит. Ты мне это делаешь, ты мне это делаешь. Я думаю, точно, надо узнать, что для меня делает Бог. И я стал отыскать в Библии. И выписал на холодильник, везде наклеил. У меня все комнаты были в туалете, висели на окнах, висели. Мы с женой вместе стали писать, как Бог нас любит. И пришло осознание, что Бог тебя любит. Ты можешь делать все, что ты хочешь. И во всем преуспеешь. И так чудесно. Сейчас такие огромные планы с Богом. Но я занимаюсь уже интернет-бизнесом, развивается у меня. Сейчас мы планируем делать для финнов хостел строить. И у нас отличный... В июле у нас был чисто заработок 500 тысяч. Хотя, я помню, 50 рублей, чтобы найти в кармане, это приходилось только тебе пробежать целый день, порой. Два дня на улице, чтобы 50 рублей на бутылку пива найти. Сейчас, конечно, я в основном, у меня почти все положительные воспоминания. Ну, плохие бывают, но так редко. Ну, я счастлив вообще быть в своей семье. За столом, за ним собираться. Просто быть вместе. И вообще, это радость. Ну, и, конечно, слава Богу. Но если бы не он, не знаю, что бы было, конечно. Я расскажу стих, который я с рождения своего свыше. Я его храню и с ним иду. Где написано, что Авраам, когда был столетним, и Сара, когда утроба была омертвевшая, они не помышляли о том, что они не могут родить. Но смотрели на обещания Божьи. И я все время открываю Библию и смотрю, где Бог мне что обещает. Помню вот это обещание, что не надо смотреть, что я не могу открыть салон. Не надо смотреть, что я не могу заработать еще больше. Не надо мне смотреть на то, что мы начали строить дом. И уже у нас сейчас огромный дом, прямо около церкви, 50 метров от церкви дом. И тоже было не сможем. И мама говорила мне, и Алисина мама. Рома, куда вы лезете? Вы не построите этот дом. Мы уже вложили туда 10 миллионов. Деньги откуда берутся? Не надо смотреть, чего нет. Надо смотреть, что обещал Бог. А Бог обещал успех, радость, мир, удачу. Когда сойдет Дух Святой, делай, что может, рука твоя. Бог с тобой. Вот на эти стики смотришь, ну и легко двигаться. Как только к Богу пришел, он начал с такими подростками из таких районов гулять, которые там, ну, в общем, такие подростки, да, они благополучные. А он со всеми с ними время проводил, в бассейн с ними ходил, там, платил за них, вот, чтобы их просто привести к Богу. Вот, у нас вообще было много, много людей через наше молодежное служение прошло. Вот, и папа мой в этом активное участие принимал. Он сейчас принимает, ну, в жизни церковь. Хочу, мечтаю построить большую церковь для пастора, потому что наша церковь снимает. Снимаем церковь у баптистов. Я хочу, чтобы была огромная церковь у пастора, чтобы он не искал где там чего. Просто приходил и спокойно занимался тем, чем ему надо заниматься. Молился за души, а не прикручивал гайки или винтики. Я понимаю, что, ну, верующий ты человек или неверующий, Бог тебе всегда помогает. Ну, Бог любит тебя как верующего и как неверующего, и Он движет тебя. Просто тогда я не знал, кто меня движет, а сейчас я знаю, кто меня тогда двигал и кто меня сейчас движет. И сейчас со сознанием дело просто легче двигаться. Каждый человек знает, что Бог всех любит. Но когда каждый поймет, что Бог любит тебя, что Бог любит тебя больше всех, что Бог, как у меня, сейчас я беру своего маленького ребеночка трехмесячного, кто у меня может забрать его? Никто не может, только если меня убьют. Но Бога никто убить не может, поэтому никто не может меня из рук Божьих забрать. Никто. Ни жизнь, ни смерть, ни жирина, ни ангелы, ни небесы. И живешь этим осознанием, что ты в крепости находишься, что ты посреди бури, не на открытом пространстве, а защищен. Что я сегодня живой, что у меня дети, что я не злой, а радостный, что я не вор, а даятель. За это я люблю Бога. Все, что Он мне обещал, Он мне всегда дал. Вот за это я его люблю. И не было такого, что Он обещал, а я не вижу. Вот все, что Он обещал мне, вот все я имею сегодня. Субтитры подогнал «Симон»!